Отопительный сезон в Новошартинске начался раньше обычного. Уже 2 октября пришлось запускать котельные. Конечно же, не обошлось без сбоев. По зданиям и сооружениям в социальной сфере у нас был небольшой сбой, но мы вовремя выполнили. Один детский садик 3-го числа, запустили другой 8-го, выполнили экстренные работы. Следующий – это запуск жилых домов. Здесь у нас 1090 домов. Из них с центральным отоплением 379 практически все были запущены. Были сбои по 7 домам, но также на следующий день они были пущены в эксплуатацию. На сегодняшний момент 100% у нас социальные и жилые дома все запущены. В 31-м детском саду 3-го числа произошел порыв теплотрассы. Мы его оперативно устранили. Внутри здания между первым и вторым этажом опять на горных все это устранили. И в другом детском саду «Ромашка» тоже был порыв. Тоже внутри радиатора отопления тоже заменили на выходных. И все. Все функционируют. 35 централизованное отопление и 18 собственных. Виновных в сбоях при подаче отопления мэр города предложил наказать. Объектами критики Игоря Николаевича Сорокина стали и руководители отделов, которые не вовремя подготовили городские и областные программы. Претензии были высказаны в адрес отдела культуры и сектора по физкультуре и спорту. Нарушив сроки сдачи программ, можно лишиться финансирования на 2014 год. Поэтому вопрос рассматривался в такой жесткой форме. Деятельность администрации в области оценивается по рейтингу, куда входят показатели всех сфер деятельности. Так, за 2012 год Новошахтинск оказался на восьмом месте в рейтинге среди муниципалитетов области. В принципе, это нормально, но мы увидели, что есть достаточно серьезные резервы. Все равно этот рейтинг, он учитывается везде. Это указ президента. По нему нас оценивают, как мы работаем. Участники совещания заслушали также информацию главного врача центральной больницы Владимира Савина о диспансеризации населения и вакцинации против гриппа. Вы будете жить дальше.